Всем привет! Я решил открыть рубрику на своем канале с обзорами различных полезных медицинских девайсов, различных приспособлений и тренажеров, которые могут помогать нам в домашних условиях заботиться о своем здоровье. Меня зовут Сергей Длин, я врач-невролог, остеопат, специалист по превентивной и антивозрастной медицине. Посещаю много различных выставок в разных странах мира, например в Израиле, вот был недавно в Дубаих и сейчас проходит очень крупная выставка в России и смотрю различные полезные девайсы, приспособления, которые будут помогать улучшать наше качество здоровья. Во-первых, очень приятно, что этот тренажер нашего производителя. Второе, что меня зацепило, это натуральность, то есть он сделан полностью из дерева и имеет очень приятную поверхность, то есть при взаимодействии с кожей ощущения будут комфортные. Третье, само устройство тренажера, вот эти ролики позволяют воздействовать на разные участки позвоночника, то есть есть ролики разного размера, и я могу, например, вот этот основной ролик перекладывать от поясничного отдела, грудного отдела и шейного отдела. Соответственно, я могу делать массаж и прорабатывать поперечные реберные зоны, там, где позвонки соединяются друг с другом и там, где формируется наибольший частый мышечный спазм, как раз-таки по всему отделу позвоночника. Кроме этого, можно с помощью определенных упражнений прорабатывать даже и зону седалищного нерва, то есть прям прокатываться ягодичной зоной. Я своим пациентам рекомендую после прохождения лечения обязательно курс лечебной гимнастики, который они проводят дома. И вот этот тренажер Древмасс может очень здорово вписаться в реабилитацию и в поддержание здоровья позвоночника для того, чтобы в будущем избегать различных осложнений и обострений. Давайте перейдем к обзору тренажера Древмасс и посмотрим, какие упражнения можно на нем делать и как прорабатывать свой позвоночник, снимать напряжение, улучшать кровоток. Вначале мы начнем с поясничного отдела. Для этого мы берем крупный ролик и кладем его в самый низ, там, где мы будем лежать поясницей. Можно класть либо вот в этот паз первый, либо во второй. И ложимся поясничкой, ноги согнуты в коленях, руками держимся за эти зоны. Отлично. Поясничка должна касаться ролика и начинаем аккуратно, медленно прокатываться. Можем прокатываться, опуская прям ягодицы до самого низа, усиливая немножечко изгиб в позвоночнике. И делаем это в течение одной минуты. Ощущение через некоторое время будет возникать тепла в этой зоне и общего расслабления. Если мышцы сильно напряжены, то вначале вы можете испытывать небольшие ощущения такой вот боли, как бы мышечной боли, но эта боль является нормальной. То есть мы можем чувствовать, что передавливания нет. Если у вас есть, например, фаза острой боли, то здесь нужно быть очень аккуратным с использованием тренажера. Лучше его применять сразу, когда вы выходите в подострый период. Обычно это занимает примерно 5-7 дней. И как только боль спадает примерно на 50% и более, вы можете подключать использование тренажера для стимуляции восстановительных процессов. И для того, чтобы там усилить кровоток, нам важно создавать в этой зоне более интенсивные движения. То есть, если у вас нету каких-то серьезных проблем с грудным отделом или, кстати, например, вы испытываете дискомфорт с правой или с левой стороны, здесь вот эти вот прокатывания, вот это движение выдавливающее, которое усиливает кровоток, будет очень полезным. Давайте перейдем к грудному отделу. Опять же, берем основной ролик большой, ставим его в область, где у нас располагается грудной отдел и ложимся. Кстати, можно это даже по центру сделать, будет лучше. Грудным отделом позвоночника ложимся, да, на самый большой валик. Здесь можно делать движения более интенсивные. Голова немножко приподнята для того, чтобы усиливать воздействие на паравертебральные мышцы, то есть мышцы, которые находятся справа и слева от позвоночника. И также будет хорошо прорабатываться суставы, где позвонки соединяются с ребрами. Эти суставы как раз являются очень частой причиной боли под лопаткой. И с помощью вот этого прокатывания состояние свое можно значительно облегчить, а в некоторых случаях даже снять блок на суставе, то есть когда сустав не работает. Время того, как ролик располагается в области грудного отдела позвоночника, у нас также воздействие получает и поясница. Фактически от поясничного отдела до грудного весь позвоночник у нас прорабатывается и усиливается кровоток. И третье упражнение будет направлено на улучшение микроциркуляции в области шеи, в области зоны верхнего плечевого пояса, а это фактически питание пальцев и иннервация пальцев рук, это питание головного мозга, это хорошее зрение, это нормальный отток крови от головы и даже это более важная история, потому что у нас вен в организме гораздо больше, чем артерий. Примерно 85% вен и всего 15% артерий. Поэтому будем заботиться о нашем кровообращении, об оттоке и о притоке крови. Итак, берем основной ролик большой и кладем его уже в область шеи и ложимся на тренажер, располагая шею на большом ролике. Отлично. И из этого ручки ставим уже в эту область, из этого положения голова лежит и мы легко прокатываемся, включая зону плечей на ролике. Движения должны быть медленными, плавными, обязательно безболезненными. И также делаем это упражнение в течение одной-двух минут. Еще что мне понравилось в этом тренажере, это то, что вот эти отдельные ролики можно использовать вообще как отдельное приспособление. То есть положить его на пол и прям так же кататься либо поясницей, либо грудным отделом по этому ролику, также разгружая всю паравертебральную зону. То есть тренажер очень удобный, у него есть различные опции, можно подстраивать его под себя индивидуально, как удобно, то есть исходя из своих особенностей изгибов в поясничном отделе, в грудном отделе и так далее. Очень часто мы используем различные приспособления для того, чтобы улучшать тонус плантарной связки и снимать напряжение с икроножных мышц в точке их крепления на стопе. В случае с тренажером Древмасс можно использовать также вот эти ролики. Для этого просто садимся, ставим под стопы оба ролика и выкатываем, начинаем катать в течение двух-трех минут постоянное воздействие на плантарную связку. Еще одно упражнение, которое можно делать с помощью этого ролика, это просто взять ролик и прокатывать по, например, грудному отделу позвоночника по мышцам, которые располагаются с правой и с левой стороны от позвоночника, усиливая микроциркуляцию, кровоток и снимая избыточный застой, который сформируется в грудном отделе из-за, например, ежедневного длительного сидения. Соответственно, после такой проработки вы почувствуете значительное облегчение и улучшение осанки. Обязательно ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. А также напишите в комментариях, какие вы хотите увидеть обзоры каких-то тренажеров или девайсов для здоровья, и мы обязательно для вас его отснимем. С вами был доктор Длин, подписывайтесь на мой канал, канал о том, как заботиться о своем здоровье, чтобы быть активным долгие годы. Субтитры сделал DimaTorzok